Театр Мостовета Я просто хочу вдогонку Сейчас, как поняты, было очень много темы Чемпажность, с которой мы знакомы Себря, была буквально сегодня И буквально вчера Сергея Национальна из Театра Мостовета Обсуждала попытку Заключения коллективного договора Дело в том, что так получилось Что я буквально там, ну, несколько месяцев Председатель Прокума У нас возрождается профессиональная организация У нас ее очень долгое время Она была такая номинальная, собственно говоря И про нее многие не знают Ну, есть просто ее само, что было и нет Вот И в какой-то момент, когда люди поняли Что жить стало гораздо тяжелее И что хочется какой-то защиты И стал вопрос о том, что эту организацию Надо взрадить И вот я могу сказать, что буквально там С лета Из-за того, что мы начали шевелиться Начали что-то делать, задавать народные вопросы Разговаривать с людьми И изучать ситуацию в театре Численность нашей представительной организации В Москве, видите, уменьшилась в двое Буквально с лета Это говорит о том, что людям нужна такая работа И они очень на нас надеются Но Что мы обнаружили на этапе Заключения коллективного договора Переговора Говорю сразу О правком Потому что эти люди Идут очень опасную работу Как вы понимаете Они очень неудобно ведут себя Для руководства И мы обнаружили Что мы никак не можем их защитить Потому что Несмотря на то, что есть Трудовой кодекс Который говорит, что нельзя уволить Членов профсоюза Членов правкома По инициативе работодателя Без согласования с высшестоящей организацией Без согласования нельзя По трудовому кодексу Есть закон о профсоюзе Который говорит то же самое И там еще есть вообще Крутая статья Что если человек проработал в правкоме То в течение двух лет Его нельзя уволить Работодатель не может уволить Это его защита Потому что он вел опасную работу Очень Но, к сожалению, оказалось Что это касается только людей Которые находятся на безсрочных договорах А мы все срочники Уже давно У нас очень мало На безсрочных договорах Практически все на срочных договорах И получается, что членов правкома Которые вот сейчас Просто На первой линии На образную стоять Он никак не должен защитить И очень большая просьба Подумать об этом Потому что очень важно Мы говорим Профсоюз Должны вести такую работу Профсоюз Должны заключать Договора Но мы подставляем Тех людей Которые Это пытаются сделать И противостоят работодателю Просто выставляем Беззащитный На берегу Это очень важно Очень важно Потому что В результате Я не знаю Что дело наше Докончится Сдуваемся Мы не сдываемся Мы пока держимся Но Работодатель напрягся Очень сильно Скажу вам честно Не знаю Как дальше Значит Теперь по поводу Срочных договоров Все-таки Непонятно Яночка Дорогая Наверное Ты права Что действительно Не стоит Проходить Непонятно Процедуру Афетации Конкурсов И так далее Но Посмотрите Как аршивно Исходит Дело в том Что В любую Другую профессию Кроме нашей Промотворческой Многократное заключение Срочных договоров Примодит Срочных договоров То есть Это является признаком Если много раз Три Четыре Пять С вами заключили Практически На один Тоже Работы То вы автоматически Получаете Как бы Приснете Бессрочных договоров Вы должны Переходить На безрочные Кроме Нашей профессии Мне кажется Что это Совершенно Неправильно Потому что Когда Десятилетий Это Все происходит При заключении И каждый раз Мы не знаем А вдруг Что-то На настроение Не будет Перезаключить Потом Опять Перезаключить Зачем Это Делать Зачем Нужно Каждый раз Нервировать Артистов И сотрудников И творческих Работников Когда Это Происходит Не один Десятых Лет Я предлагаю В новом Проекте Договор Как бы Поправку Трудовому Кодексу Причем Хочу напомнить Что мы Те кто не Применены На его чтения Мы Отнаружили Такую вещь Что Нам нужна Не только Этот узкий Закон Нам нужна Огромная Глава Трудового Кодекса С многими Подразделами Которые Касающие Каждого Церка Драматические Театры Музыкальные Театры Кино Цирка СМИ И так далее Как бы Расписать По каждой Категонии Потому что Мы очень разные У нас очень Разная Специфика Работы Разные Режимы Разные Системы Оплаты Разные Системы Заветоношений Это очень важно Почему Про срочные Договоры Внести Установить Например Срок Что если Срочный Договор Включается 5-8 Лет Как угодно Придумайте Эту цифру То автоматически Нужно Переинкровенцировать Бессрочный Договор Три года Значит Три года Понимаете Потому что Иначе Это Полная Незащищенность И унизительное Создание Каждый раз Это Детя Потом Смотрите Что я не обнаружил Вот здесь Действительно Я прочитала Чудесная Работа После Нарушений И там То Чего К сожалению Нету Вот этих Поправок В этом законе Который Они предлагают Очень важный Момент Урегулирование Рабочего Время Вашего С вами Творческих Работников Все-таки Нет Наверное Может Идти Речь О какой-то Другой Цифре Плюс Это Очень Нужно Прописать Потому Что Ни в Втором Кодексе Нигде Это Не урегулировано Уданно Наук В коллективном Договоре Как Организовывать Творческий Творческий Правиль Труд Творческого Работника В частности Артиста Чтобы Это Было На законном Основании Организовывать На репетиции На спектакли А в середине дня Он может не приходить И вот это не мугое Понимаете Как некоторые делают К сожалению Это очень важный момент Который нужно просто изучить А не за это С дикторами Нужно с учеными Вычислить Сколько Наш час Вообще Длится Творческого Работника Артиста В частности Ну и так далее Что такое Слезоятельная работа Как это Оценить Количественное Отношение И узаконить Так Чтобы мы Каждый раз Не дергались Когда Говорят Вот они отработали Свою норму А мы вам платим Зарплату Или не платим Зарплату Или например Мы вам не поставим Рабочий день А тогда у вас Пропадает стаж Из пенсии Или свидания Хотя еще Затарные свидания Смусно Теперь смотрите Что мы еще Нарушили Значит Во всех Кодексах Во всех соглашениях Значит Говорится Что работодатель Должен Предводить Интересацию Заработной Платой В соответствии Здесь ростов На любительский Центр Мы все Прежде Мы отправили Нашему директору Она никак С этим Не соглашается Но тут Наш директор Юрист Извините Обнаружил Какую-то Странную Записку Какое-то Странное Постановление Которое вышло В декабре Месяц Месяц Назад Что оказывается Те учреждения Которые Исполняют Дорожную Карту Им не надо Еще Адресировать Говорят Наше Правительство Знали вы об этом? Ну что А что такое дорожная карта? А что такое дорожная карта? Все театры должны выполнять указ президента И руководители театров обязаны повышать уровень средней заработной платы До уровня дорожной карты В Москве это было 69,6 Почти 70,000 Другое дело Опять же Я задаю вопрос Что такое средняя зарплата? Там написано Зарплата работников Мне Как председатель правком Хочется читать Каждого работника Каждому по 70 Или стремиться к этому Потому что Если Один получает Я не знаю Там 500,000 А второй 10,000 Средняя будет Крутая Как мы понимаем И дорожные карты Мы будем соответствовать В этом случае Получается Полнейший абсурд Это тоже надо уточнить Как мы Поднимаем эту зарплату Но Смотрите Что получается дальше Если у нас Никак Не интересируется Учреждение Культуры Которое Выполняет Дорожную карту Да То есть Субсидиями Поднимаются Оклады не индексируются Что говорит Наша личная работа Как я могу поднять Закон Только за счет Сокращения Ваши Понимаете Вот так вот Поэтому Давайте зададим вопрос Я не знаю Департамент Правительство Я не знаю Почему Спартамент Не индексируем Например И вообще Как это теперь То есть Получается Что мы все время Живем под страхом Сокращения Увольнения Потому что Работает удател Надо выполнять Дорожную карту А ему ничего При этом Не индексируется Это очень важный момент Со знаком вопроса Так Следующее Значит Теперь По поводу Социального партнерства Вот тоже С чем мы Старались Есть Такие документы Помимо Трудового кодекса Как Трехстороннее Как она называется Извини Московское трехстороннее Соглашение Работодателей И Мэра Москвы Да По-моему Насколько И Соглашение Соглашение Старального партнерства Чепара Вот эти документы Очень Интересны Для нас С вами Потому что Там есть Много Моментов Которые Нас С вами Защищают Например Вот тот самый Простой Повенение Инициативы Работодателя Которые Мы с вами Имеем Очень часто Либо В течение Сезона Либо В театрном Совете Любит просто Выгонять Артистов Вдавать Театр По фестивалям По какие-то Другие спектакли И на два месяца Нас выгонять Причем На оплате Так вот Там записано Что Если происходит Простой Повенение Работодателя Работодатель Не позаботился О спешком С работой Хорошо Если у тебя занят театр Отгонесу Гастроли Отгонесу Другие площадки Тогда Пожалуйста Займи Артиста Но Если он этого не делает То Оплата должна Производить Из расчета Средней Заработной Платы Как вы понимаете Это значительно Больше вашего Другие площадки Такое положение Есть Но Работодатель А мы не знаем Что за документ Нам его никто Никогда не присылал Департамент Культуры И кадрового центра Никогда Аномально Он не сообщал Поэтому мы Собственно говоря Обращать на него внимание Не будем И вот Что нам с этим делать Здесь придется Звониться У меня Есть Супер Который Вот это У меня не получилось Сейчас Дмит Я это сделаю Потому что Не хочется Задать Вопрос Почему Мы не Присывали Эти важные Документы Мы На них Отбираемся Мы Хотим Включить В коллективный Договор Пункты Которые Поддерживают Эти Очень важные Для нас Документы А их Нет И говорят Мы Не Значит Мы Нужно На них Не обращать Немать Очень Важный Магнит Пожалуйста Помогите Нам Пусть Директора Театра Получат Эти очень Важные Для нас Соглашения И объяснить Вы должны Проследовать Они Дорогие Должны Или Не Должны То есть Сейчас По весь Вопрос Мы Не можем Воспользоваться Очень Полезными Гарантиями И защитными Которые Там Прописаны И еще Хочу Сказать По поводу Молодых Артист То что Очень Хочется То что Я тоже Обнаружила Вчера С ужасом И ходят Молодые Артисты У нас В театре С ними Заключают Договор На Гурт Что Можно За Гурт Сделать Молодому Артисту И как Вообще Себя Проявить Чтобы Задержаться В этой Труппе И Хоть Что-то Сыграть К тебе Только Гурт Присматриваться Собственно Говорят Ты Побегаешь Там Где-то В массовке В маленькой Роли Прежде чем Сколько Нужно Пройти Вот Это Тоже Мне кажется Желательно Как-то Регламентировать Ну По крайней Мере Три Года Чтобы Человек Мог Себя Проявить Оказаться Замеченным И Собственно Говоря Потом Везникал Вопрос О Милостременности Уже Молодого Артиста Потому Что Он Просто Нечего Не Успел Спасибо Спасибо